Всем привет! В эфире Альма Мата. И с вами мы, Варя и Дима. В этом выпуске мы расскажем, какое учебное заведение празднует юбилей. И проверим на прочность студенческую смекалку. А сейчас мы отправляемся в Могилевский университет продовольствия. Там выбирали кулинарный бренд Могилевщины. Чем удивляли студенты, узнавала Татьяна Соловьева. На конкурсе можно окунуться в советское прошлое. В прямом смысле здесь вот даже ковер повесили, который, наверное, был в каждой советской семье. Вот только вот блюд пока еще нет, но я бы здесь вот поставила селедку под шубой, Оливье и нашла бы место студенческому ветерброду. В этой части конкурса придумывают интересную концепцию ресторана и оригинально сервируют стол. При желании здесь можно почувствовать себя Наташей Ростовой или на минутку стать шляхтичем. Я уверен, что дизайн нашего ресторана никого не оставит равнодушным. Используются льняные скатерти, самодельные глиняные тарелки ручной работы, также деревянные эти подсвечники. И еда на столе соответствующая. Хлеб, сало, горчица и соленые огурчики. Ну а если захотелось изысканности, тогда смело отправляйтесь в гости на губернаторской. У нас концепция ресторана заложена в том, что ресторан располагается в самом центре города, в здрическом месте, вблизи ратуши. Сюда приезжают туристы, иностранцы, гости. Одна из особенностей нашего ресторана, живая музыка, которая дополняет изысканность нашему ресторану. А из этого зала уже очень вкусно пахнет. И ничего удивительного, здесь выбирают бренд Могилевщины. Отправляемся на разведку. Студенты продовольствия приготовили любимое блюдо Майкла Дугласа. А из чего оно состоит, узнаем через несколько минут. Пока Таня пробует эксклюзивное блюдо, мы расскажем о еще одном важном событии в студенческой жизни. В Могилевском институте МВД прошел конкурс красоты, грации и интеллекта. Настоящая леди. Впервые в истории ведомственного вуза девушки в погонах боролись за звание самой красивой, умной и творческой леди. Красоту и женственность девушек показала дефиле. Каждая словно фея нежная, красивая и элегантная. В цвете софитов они продемонстрировали шикарные платья и выстроились на сцене, чтобы ответить на каверзные вопросы членов жюри в конкурсе «Интеллект настоящей леди». В творческом конкурсе девушки пели, танцевали и читали стихи. Титул «Настоящая леди конкурса красоты, грации и интеллекта» Могилевского института МВД завоевала курсант первого курса факультета милиции Диана Агеева. Несмотря на то, что конкурс приходил впервые, все было на высшем уровне и достойно. А наша Таня тем временем выбирает кулинарный бренд. Наверное, уже объелась вкусняшками. Мы изучили доскональную биографию Майкла Дугласа и узнали, что любимой пищей его является непосредственно блюдо из птицы. И поэтому в честь нашего земляка решили назвать «Любимое блюдо Майкла Дугласа». У ребят получились настоящие гастрономические шедевры. Кстати, без главного символа города не обошлось. У нас была придумана своя концепция. Воплотить последние изменения в нашем городе – это реконструкция моста. Но импровизация должна быть четко обдумана, ведь суровые критики не дремлют. В составе жюри люди, титулованные рестораторы, шеф-повара, ученые. И что приятно, ведущий телеканала «Беларусь-4 Могилев» Николай Команцев. Именно они и определят лучшее блюдо. То самое, что потом будут подавать в могилевских ресторанах. Мало того, мы надеемся, что это станет настоящим брендом и будет жить в веках. И не зря про наших ребят говорят. Без труда не вытащишь и звезду Мишлена. Как ты думаешь, можно ли поступить в университет в 15 лет? Можно. Просто нужно очутиться в нужное время и в нужном месте. А точнее, в лицее номер 3. У них, кстати, юбилей. Хороший повод сходить в гости. Главная мечта 11-классника Валентина Дорофеева – победить на Международной олимпиаде по физике. Он перешагнул сразу через два класса и уже заканчивает лицей по физико-математическому профилю. Разделы, потому что у него были победы, недостающие знания. Они восполняются и постепенно чувствую, что все меньше и меньше таких разделов. В этом году наш 14-летний Могилевский вундерпинт будет наравне со старшими поступать в один из французских университетов. Физика – это наука большая. Очень много разделов. И какого-то определенного еще не выпил. Но это будет однозначно физика? Ну, скорее всего, да. Физика-математический 11-й А – самый звездный по количеству выигранных олимпиад. В этом году я уже взял второй диплом и прошел на республику. И все благодаря моему учителю Игорю Геннадьевичу. Я понял, что вот если будешь работать, если будешь стараться, вот Игорю Геннадьевич это показал, то вполне ты сможешь достичь всего, чего хочешь. Секрет простой. Ну, если, что касается физики, чтобы победить вот на уровне области, республики, что нужно делать? Нужно решать, сколько, много решать. Решать ребенку, решать учителю. Вот. И будет победа, много работать. Здесь почуются не только физики. Для будущих химиков в этом учебном году оборудовали специальный лабораторный класс. Отозрение соляной и бурной кислоты в совместном присутствии. Теперь при подготовке к урокам и олимпиадам ребята могут провести под руководством учителя целый ряд химических опытов и экспериментов. Я наливаю для себя раствор соляной кислоты, чтобы статистизировать пчелочек по ней. Но если вы думаете, что жизнь лицеистов состоит исключительно из зубрежки уроков, вы очень сильно ошибаетесь. К примеру, и физиков, и лириков можно встретить в музейной комнате. Этот грибок подевали на пятку и для того, чтобы заштопывать носки. Сюда и учителя, и ребята приносят экспонаты, которые рассказывают о том, как жили наши предки. Скажи, пожалуйста, что для тебя значит быть лицеистом? Это очень сложный вопрос на самом деле, но много вещей, наверное, это значит быть ответственным и серьезно относиться к учебе, и в то же время не забывать о том, что есть всякие интересные мероприятия, такие как, например, лицеист года или принимать участие в Олимпиаде. Лицеист года – одно из самых главных событий. От каждого класса выбирается по несколько человек, и в процессе трудной борьбы мы выбираем лучшего. Насколько мне известно, у вас в классе очень мало девочек. Расскажи, пожалуйста, как ты чувствуешь себя в мужском коллективе? Конечно, было неожиданно оказаться в 10 классе в коллективе, где только три девочки, но мне кажется, это создает достаточно интересную атмосферу. Мы всегда отражены вниманием и заботой наших мальчиков. Лицею в этом году исполнилось 25 лет. Его справедливо называют лучшим в Могилевской области, настоящей кузницей интеллектуальной платформы страны. Становление шло вместе с становлением нашего государства. Нашему государству в 1991 году, начиная тоже где-то 25 лет, шло становление государства, становление лицея, становление белорусской школы, становление системы работы с одаренными учащимися, с талантливыми учащимися. И у нас получилось. На протяжении 25 лет мы добились, на мой взгляд, колоссальных результатов. Но, наверное, не главная статистика. Сколько победителей конкурсов, олимпиад, какие проценты на ЦТ мы получаем, поступления. Это важно, но не главное. Главное, наверное, все-таки та атмосфера, которую коллектив лицея, учащиеся лицея смогли здесь создать. На праздничном концерте боги Олимпа сошли на сцену и поздравили свою альму-матер с юбилеем. За четверть века из лицея выпустилось 3,5 тысячи юношей и девушек. Большинство из них нашли достойное место в жизни и благодарят за уточный старт именно свой родной лицей. И как начал учиться, то и не могу остановиться и до сих пор. Скоро нашего контрольного вопроса будут бояться все прохожие. Так и есть. Как только наши журналисты появляются на улице с оператором и микрофоном, студенты в прямом смысле слова растворяются. Ничего удивительного, ведь вопросы у нас с подвохом. Как студенты прошли проверку, сейчас и узнаем. Программа «Альма-матер» продолжает проверять студенческую смекалку на прочность. Сегодня узнаем, как звали Моцарта и какие страны входят в СНГ. СНГ, Союз Народных Республик. Соединенные Штаты Америки. Нет? Ну это как содружество, да? Так, так. А содружество чего? Правильно первое слово, да? Да, правильно. Содружество. Первое слово угадала? Национальное. Нет. Независимо? Нет, независимо от государства. Союз чего-то там. Ну это Беларусь, Украина, Россия. Что такое СНГ? Содружество независимых государств. А какие страны? Бывшие страны Советского Союза, 15 республик. А как звали Моцарта? Копусом. Копусом. А по-настоящему? Настя, ты должна знать, ты учишься в музыкальной. Ну а как? О-о-о. Николай, можно ли? Я бы его назвала Ибрагим. Как-то Иоганн вроде Моцарта, не помню, честно говоря. Вольфган Моцарт? Иоганн? Нет. Да? Нет, это Бах был, нет, это Бах был. Нет, не знаю, я не скажу. Моцарт, он всегда и везде Моцарт был. Так, это Себастьян Балов. Как это? Амадей? Нет, как-то А. Амадей, нет. Ну, короче, имя сложное. Ну, какое имя подходит? Георгий, может. Давайте подведем итоги. С СНГ, кажется, разобрались, а вот Моцарт остался без имени. Готовьтесь, в следующий раз мы придумаем новые каверзные вопросы для вас. На минуту прервемся. На очереди рубрика «Репост». Эй! Всем привет! Ловите обзор самых интересных публикаций студента за прошедшие пару недель. В фото конкурсе «Удивительное рядом» в рамках познавательного марафона «Мы вместе» принимает участие большое количество школ. Подключились, кстати, и вузы. Про это фото можно сказать, что костюмчик сел идеально. 1 апреля день смеха студенты машиностроительного факультета БРУ провели на городском субботнике. Склон горы в Подниколе убрали от камней. Без юмора не обошлось. Студенты университета продовольствия выяснили, кто лучше играет в боулинг. Судя по количеству дипломов, девочки даже превзошли парней. В День единения народов Беларуси и России в БРУ студенты и сотрудники университета писали свои пожелания жителям союзного государства Беларуси и России. Наиболее успешными оказались студенты машиностроительного факультета. Танцоры из горок отправились покорять Витебск. Это молодой коллектив современного танца. Одна из участниц сделала веселый фотосет в стиле 90-х. Команда «Альма-Матер» на посадке леса. Есть ли еще места посадить лес? Скорее! Вместе с нами студенты БРУ МГУ Миникулешова, Университета продовольствия, Института МВД и Медколледжа. Прошли краткий инструктаж и вперед. На выделенном гектаре земли садим ель и дуд. Сегодня я в место прямого эфира. Вот тебе меч Колесова, ему и отдай. Почем саженцы? Три пятьсот. А потому что нечего было в белых кедах приезжать на сельскохозяйственную работу. То ли дело, пожалуйста, Венства Игоревна. Сапоги резиновые, шапка теплая зимняя, шарф демисезонный. На самом деле лестно, что столько студентов отозвались и помогают нам в этой акции. Давай я тоже одно посажу. Наше дерево. Вместе. И музыку романтическую поставьте, пожалуйста. А вы каждое дерево должны как-то назвать по имени. А может, тогда расти будет быстрее. Это будет Леха. Расти до большой, до прибольшущей. Сколько ямок сделал? Ну, не считал, но работал я усердно, точно. Ну, главное то, что мы все делаем на благо природе. Я думаю, каждый человек захочет увидеть, как проросла вот эта вот жизнь. Дорогой Мишенька, вот прекрасный день. Хотим пожелать тебе море позитива. Побольше улыбок. Я стряхну его, ну, хоть чуть-чуть немножко. Запоминаю всех моментов. Спасибо. И грязи. Держи, Миша, работай. Да, иди работай. А вы с микрофоном? Мы сами по этому работаем. За короткое время мы посадили более 4 тысяч саженцев. 50 лет будет хорошее, я думаю, еловое насаждение. С этого дня 82-й квартал Любушского лесничества будет назван студенческим лесом. Ура! 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 А на этом все. Включайте Белорусский Туримогилев. Альма-Матер в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok